ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Подписывайтесь на канал прямо сейчас. У меня на канале всегда много чего интересного. Я уверен, что каждый для себя найдет что-нибудь новенькое. Итак, ребят, давайте кратко обсудим, что такое танки серии Валькирия. Всего их 5 штук в нашей игре. Это Хайфен, средний танк на 7 уровне. Это Эдельвейс, тоже средний танк на том же 7 уровне. Неймелис, тяжелый танк 7 уровня. Вулкан. Ну и Лупус, на которого будем сегодня делать абсолютно честный обзор. Как видите, все эти 5 машин расположены именно на 7 уровне. И все они являются, на удивление, не коллекционками, а премиумными машинами. Соответственно, если их продавать, то получите не голду, а серебро. Я не могу сказать, что это, типа, усложняет какие-то процессы. По одной простой причине. Потому что покупают данные машины исключительно за реальные деньги. И берут себе данные тачки. Исключительно коллекционеры. Те люди, которые не собираются продавать эти машины, просто для того, чтобы голды получить. Я помню, что этот набор из 5 танков выставляли на продажу за 60 баксов. И я больше чем уверен, что те люди, которые могут позволить себе приобрести данный набор за 60 баксов, ну уж точно делают это не для того, чтобы потом за голду машины продавать. Поэтому вопрос того, что это коллекционка, точнее не так, что это не коллекционка, которую за голду продать можно, а премиумная машина, вот этих ребят уж точно не беспокоит. Что касается орудия, обратите внимание, по оборудованию у меня установлено в двух слотах на то, чтобы улучшить скорость сведения орудия. И при этом всем, ребят, обратите внимание на ТТХ по времени сведения. 4,8. Это просто чума какая-то. Практически 5 секунд. И это действительно очень сложное орудие в отношении времени сведения. Что касается разброса, он больше 0,4, и это тоже добавляет дискомфорт. Урон в минуту 1815. И связано это с тем, что да, у вас очень крутая альфа в 400 на своем седьмом уровне, но при этом всем, ребят, вы имеете время перезарядки в 13,2 секунды. Действительно очень долго, с учетом того, что орудие особой точностью не отличается. Что касается бронепробития на базовом снаряде, то 175 вполне себе достаточное, 217 тоже окей. И ставить себе калиброванные снаряды, таким образом увеличивая время перезарядки, я лично не рекомендовал бы. Хотя, опять-таки, у кого есть лупус, вам виднее, как на нем играть. Что касается того, чтобы склонять орудие вниз, тут все очень клево. Тут великолепный показатель в минус 12. Это действительно очень круто, но есть и маленькая проблема. Если соперник находится выше вас, то у вас вверх орудие поднимается всего на 5 градусов. Вот такая вот уникальность. Я не знаю, что ему мешает. Наверное, вот эта вот балабуха непонятная, которая сверху на башне находится. Ну и типа, когда вы ствол вверх поднимаете, то балабуха упирается в башню. Ну и, соответственно, дальше орудие вверх подняться просто физически не может. Но это мое предположение. Что касается брони по данной машине. Броня здесь, я бы сказал, явно не от тяжелого танка. Давайте будем говорить откровенно. Здесь реально броня от средняка. И на удивление, все мы привыкли к тому, что нижний бронелист, как правило, самая слабая зона. Здесь наоборот. Здесь нижний бронелист, а я бы сказал передний, потому что он расположен практически под 90 градусов. Он является самой забронированной зоной. Все остальное реально от среднего танка. И что самое интересное, вот эта вот, извиняюсь, хреновина, по-другому ее не назовешь. Она является тоже частью танка, имеет свою броню и, соответственно, может быть пробита и может быть нанесен урон. Вот такой вот парадокс. Вот эта вот красота оказалась не красотой, а дополнительно эхилесовой пятой. Потому что когда ты едешь и даже вот так вот полностью типа скрылся где-то, то это, ну как это назвать правильно, я не знаю, нарост этот, да, сверху на голове у нашего лупуса действительно постоянно светится. Ну, короче говоря, беда бедовая, мрак мрачный. Что касается его ТТХ, обратите внимание на ДПМ 1838. И хуже нас, только Франкенштанг. Но только здесь вопрос заключается в том, что там есть добротное интересное второе орудие, заряжая голду на котором вы существенно увеличиваете количество наносимого урона. А здесь, ребят, так не получится. Здесь 400 единиц урона и при этом вот такой вот ДПМ. Если вы проедетесь полностью по всем тяжелым танкам, то обратите внимание, что больше машин с худшим показателем просто на уровне нет. И тот же самый Неймелис или Вулкан, который является тоже частью этой истории и этой пятерки из Хроник Валькирии, они обладают лучшим ДПМ. Особенно, особенно Неймелис, у которого 310 единиц урона, при убитии на 5 единиц выше и при этом более бодрое КД. Ну вот, факт есть факт, Лупус, я считаю, самый красивый среди этой пятерки, но в то же время по орудию, наверное, самый негодный. Но, опять-таки, на любителя и давайте не будем порицать его заблаговременно, сейчас еще в бой на нем выкатимся. Стоит также отметить, что у него вполне себе приемлемая подвижность, 36 километров. Да, хотелось бы хотя бы сороковку, ну ладно, как наградили, так наградили. Скорость отката назад 12, похуже, чем у многих ребят на уровне, но, я бы сказал, несущественной особой разницы вы не увидите. Что касается доходности, 150% для премиумной машины на седьмом уровне вполне себе стандартный показатель. Тот же самый, что и у Франкенштанка, у ВК-4503 и у многих других машин. Что касается процента побед, великолепная, практически 58% побед, но, ребят, обратите внимание, только 18 игроков за последнее время играли на товарища Лупуса. Я, в принципе, не удивлен, потому что купить себе данную машину действительно может позволить себе далеко не каждый игрок. Ну что, ребят, берем Лупуса и поехали, попытаемся его заценить в реальном бою. Итак, друзья, поехали. Ну, давайте будем обсуждать, начиная, наверное, даже не с подвижности, а просто с внешнего вида. Ну, смотрится действительно очень красиво, в глаза бросается и с этим я спорить абсолютно не буду. Есть в нем какая-то такая, знаете, изюминка, душа, что ли, которая действительно притягивает к себе не только взгляд, но и, в принципе, притягивает к себе эта машина. Я бы с удовольствием себе ее заимел, но, согласитесь, ценник на нее в составе набора настолько велик, что далеко не каждый, как я уже говорил, может себе эту машину позволить. И я скажу лично от себя, когда я захожу в бой и в списке команды вижу кого-нибудь из серии Хроник Валькирии, мне интересно встретиться с этой машиной. Мне интересно ее увидеть в реальном бою, посмотреть на ее поведение, на то, как она ездит, на то, как она стреляет. Короче говоря, машина в этом отношении действительно очень крутая и классная. Но в то же время, когда я вижу кого-то из серии Хроник Валькирии, особенно Лупуса, я для себя понимаю, что особых проблем он никому не доставит. То есть, когда я встречаю, допустим, в бою, ну, не знаю, того же самого Крушителя, Уничтожителя, Лесную Ведьму, я не знаю, ну, того же самого Франкенштанка, я понимаю, что сейчас могут быть какие-то проблемы. Когда у меня запас прочности в районе 600 и на меня выезжает в лоб Уничтожитель, я начинаю молиться, потому что понимаю, что, скорее всего, сейчас я буду отправляться в ангар, для того, чтобы брать следующую машину, ну, и ехать в следующий бой. А в этом бою, скорее всего, делать мне больше нечего. Но, ребят, когда я вижу выезжающего на себя Лупуса, кроме красоты, я ничего не наблюдаю. В отношении угла склонения орудия вниз минус 12, так, чтобы вы понимали, что это обозначает, вот я сейчас стою здесь на горке, я даже не поеду сейчас дальше воевать, я могу вот так вот опустить орудие вниз, выстрелить. И, как вы видите, я, в принципе, могу под мост стрелять, стоя на мосту. Ну, понятное дело, что я сейчас утрирую, но угол склонения орудия, он просто умопомрачающе великолепен. Если бы можно было такое повторить на какой-нибудь другой машине, я бы, не знаю, отдал половину золотого запаса, наверное, за то, чтобы один из танчиков имел такой угол склонения. Что касается времени сведения. Ну, очень страшно. Вы видели, что когда я сейчас целился в Василиска, то сначала я прицелился в него, а потом была легкая задержка. Наверное, нет, не так, ребят. Легкая – это, ну, очень мягкое слово. Сначала была просто существенная задержка, потом только орудие начало сводиться, и только потом, вот, смотрите, да, то есть, и только потом мы можем сделать результативный выстрел. В то же время, ребят, я для себя плюс-минус понимаю, за что, за что машину наделили именно таким временем сведения. За то, что за каждый выстрел на своем седьмом уровне она наносит в среднем по 400, а очень часто выплевывает по 400 с копейками. И таким показателем на уровне покастаться может далеко не каждая машина. Точнее, нет, не так. Я бы сказал, практически ни одна машина не может похвастать таким показателем. Так, лесная ведьма нам не товарищ. Ну, классно, реально классно в отношении урона. Здесь вопросов абсолютно никаких нет. Натыкали мне хорошенько, но я понимаю, что чифа я в любом случае отправлю сейчас в ангар отдыхать. А что касается уничтожителя, то это как раз тот товарищ, о котором я говорил. Выезжать на него в лоб не хочется абсолютно, потому что ты понимаешь, что сейчас тебе будет больно и неприятно. Повезло мне, что уничтожитель отвлекся. Подожду немножко. Время перезарядки. Ну и забрали уничтожителя. А я пока еще перезаряжаюсь. Короче говоря, ребят, машина действительно классная. Машина действительно интересная. И порой она вполне себе даже результативная. Понятное дело, что рассчитывать от нее, ну, ожидать от нее и рассчитывать на то, что прям в каждом бою ты будешь всех разносить и наносить массу урона, нет, не приходится. Потому что, в первую очередь, необходимо играть на нем исключительно от команды и самостоятельно в драку никуда не отправляться. Потому что натыкают так, что мало не покажется. А с другой стороны, как танк поддержки, он действительно круто себя показывает. Так или иначе, за что я люблю подобные машины? За что я люблю Вулкана, Неймелиса, за что я люблю Лесную Ведьму, Могильщика и многие другие машины. Но, наверное, в первую очередь, я их люблю за то, что они не такие, как все остальные. 2000 единиц урона. Да, мы никого не уничтожили. Что касается наших результатов по фарму, то у меня активирован премаккаунт. Ну и, соответственно, здесь, ребят, показатель с помощью премаккаунта довольно существенно завышен. 46 с копейками тысяч. 28 чистоганом. Крутой ли это фармер? Нет, абсолютно. Но, повторюсь, еще раз, эти машины покупают не для того, чтобы серебро на них зарабатывать. Те, кто покупают такие машины, они это серебро просто могут себе купить. Ну и, соответственно, им нет необходимости играть на танках именно для того, чтобы фармить серебряндию. Мы занимаем первое место на удивление в команде по урону. Да, можно сказать, что мы спорим за первое-второе. И здесь будет абсолютно честным такое заявление. Но в любом случае, практически ничего не делая, мы умудрились не только победить, но и довольно некисло набросать. А все благодаря тому, что орудия действительно крайне-крайне уронные. Что могу сказать от себя? От себя могу сказать следующее. Пускай Неймилис, Лупус, Вулкан и другие машины из серии Хроник Валькирии не настолько результативные, как типичные 8-е левелы или 10-е, но так или иначе эти машины доставляют массу. Просто массу позитивных эмоций, когда ты играешь на них. Причем вне зависимости от того, насколько круто в бою ты себя показал. И играя на танках серии Хроник Валькирии, вы круто себя показываете, хотя бы потому, что они у вас есть. И там уже абсолютно без разницы, кто о вас и что думает в отношении результативности, в отношении настрела и количества фрагов, которые вы сделали в бою. Если вы со мной согласны или вдруг не согласны, обязательно пишите об этом в комментариях. Я побежал снимать следующее видео про следующего героя. Ну а вам, друзья мои, мир и обязательно спокойствие. Пока-пока.